Если б знал Когда пускался на дебют Что строчки с кровью убивают Нахлынут горлом и убьют От шуток с этой подоплекой Я отказался наотрез Сначала было так далеко Так робок первый интерес Но старость это Рим Который взамен турусов и колес Не читки требуется актера А полной гибели всерьез Когда строку диктует чувство Оно на сцену шлет раба И тут кончается искусство Но дышат почва и судьба Я выбрала это стихотворение Бориса Леонидовича Пастернака Не случайно Потому что там присутствует слово судьба И совсем не потому, что мы с вами Не поздоровались Здравствуйте Распоряжаемся ли мы своей судьбой Или она нами Или как мы можем на нее влиять И вот с какого момента Начинается некое взаимодействие Я родилась в Москве Но могла бы родиться и в каком-нибудь Париже В Берлине и где угодно Потому что моя мама Она была знаменитой певицей Может быть вам имя Марии Петровны Максаковой Что-то говорит Она была солисткой Большого театра Знаменитой певицей Народной артисткой Советского Союза Не потому что Не по званию, а по сути Потому что это поколение Оно вообще было воспитано В идеалах служения Отечеству Служения людям То есть они знали Для чего они выходят на сцену Когда началась война То она была вынуждена уехать вместе со мной А я только что родилась В эвакуацию Но она выбрала свой родной город Астрахань Потому что, собственно Там она могла найти какое-то применение Своим силам Как она потом и сделала Она там организовала И фронтовой филиал Большого театра И так далее И вот опять Значит Тут судьба Которая спасла нас чудом Нас стали бомбить И мама Надо мной простояла всю ночь Закрывая меня своим телом Вот И когда она утром посмотрела на себя в зеркало То она была вся седая Это было такое страшное потрясение Но мы выжили Прошли эвакуацию Кончилась война Мы приехали в Москву И поселились вот в этом знаменитом теперь доме Который, значит, переулок наш претерпевал Все изменения, какие можно Значит, он был сначала Брюсовским Потом он стал улицей Неждановой Теперь он Брюсов Дальше мама меня отдает Поскольку, естественно, кроме музыки в нашем доме Я ничего другого не слышала Это был какой-то поющий корабль, а не дом И когда мне, значит, пришло время идти в школу Естественно, меня отдали в Центральную музыкальную школу Это тоже я здесь не принимала участия Это тоже не я выбрала Эту дорогу Это выбрала мама И я попала к замечательнейшему педагогу Это был Святослав Николаевич Кнушевицкий Изумительный педагог Виртуозный велончелист И к тому же человек Его так и звали Не Святослав Николаевич, его все звали Свет Светик Потому что он действительно Это человек, который была сама доброта Он был мужем Натальи Дмитриевны Шпиллер Знаменитой певицы И счастье мое длилось недолго Потому что он ушел из Центральной музыкальной школы Потом его убрали из консерватории И я перешла в класс к другому педагогу Которого я, как ребенок, который полюбил кого-то Возненавидела Хотя, конечно, он это не заслуживал Я его возненавидела всеми фибрами своей души Я возненавидела инструменты Я больше не хотела заниматься Это было такое отчаяние Кое-как дотянуло до окончания школы Конечно, о продолжении какой-то музыкальной карьеры Даже тут не приходилось говорить И тогда меня стали активно обучать немецкому языку Поскольку в детстве я учила французский Мама имела очень отдаленное представление О том, как надо воспитывать детей Комсомол и пионерская действительность для нее Как-то были далеки А с другой стороны, сама она получила патриархальное воспитание И даже пела в церковном хоре в Астрахани И вот, наверное, так сказать, решила мне дать классическое образование Это французский язык, это музыка И, значит, в основном дома Никаких особенно подружек, ничего И что, значит, меня совершенно заворожило Это книги Вот это я глотала книги, книги, книги Моим любимым, значит, писателем и поэтом стал Лермонтов По небу полуночи ангел летел Я все время куда-то летала в своих, значит, мечтах Любимый герой у меня уже стал к тому времени Когда я заканчивала школу Все-таки стал сформировываться мужской идеал Вот Печорин покорил совершенно мое воображение Хотя он был лишний человек, как нам говорили и так далее Но, тем не менее, вот образ такого рокового сердцееда Он как-то очень меня... Что я об этом говорю? Потому что сейчас вот мы дойдем до того Как дальше поехала моя судьба в связи с Печориным И, значит, готовилась, я готовилась поступать в университет На романо-германский факультет И вдруг Это был маленький телевизор Линза Передача была одна, по-моему, одна программа И вот это чудо к нам втащили в дом Долго его устанавливали И вот на этом экране телевизора я вдруг вижу Не похожую на всю остальную действительность картинку Какой-то красавец Совершенно неописуемый То есть я даю вам честное слово, что вот до сих пор Я красивее человека не видела Ну, может быть, только еще одного Вот Мне Печорин казался блондином А это был брюнет Брюнет с огромными глазами Выразительными Фигур он был затянут в бархатный камзон Значит, сцена происходила в тюрьме На полу валялась какая-то девчонка С растрепанными волосами Ну, мне она совершенно не понравилась Думаю, ладно Так, я сейчас буду наблюдать И вот он произнес первые слова Он вошел в камеру Сказал Марион Сыву Я думаю, вот это да Оказалось, что этому можно научиться В театральном училище имени Щукина Вот говорю всем Оно находилось на Арбате Вот это замечательное училище Оказалось, что там Обучают актерскому мастерству И там даже есть педагог Который может Сделать с вами отрывок на французском языке И вот вы будете тоже Что-то такое произносить Чудесное, замечательное Ну, кто-нибудь догадался? Давайте, а то я говорю, а вы Почему не спросите, кто это? Кто это? А ты догадался? Ну, кто самый актер красивый Нашего театра Ну, это 40 лет назад В общем, потом так судьба распорядилась Сейчас я вас заманю Что через 9 лет Я стояла с этим актером На одной сцене Он играл принца А я играла рабыню Которая была в него безумно влюблена Да, это был Василий Семенович Лановой О да, живи жестокой А ты, принцесса, знай, что ненавижу я тебя Что все мои дела имели целью добиться Чтобы он, Лановой, на мне женись Пять лет назад Вот эта реплика мне легко давалась Еще в моих владеньях его я полюбила Я вспоминала телевизор Но слишком он тобой увлечен И все на горе оказалось тщетным И надежды развеялись Как дым Красоты он был необыкновенный Это правда И, в общем, я решила Во что бы то ни стало Я пойду в это училище И я научусь всему, чему можно Но для этого надо было, к сожалению Сдать вступительный экзамен Это было не так просто Но поскольку я была вооружена У меня был любимый Лермонтов Я выбрала, значит, ну, такую вещь Которая мне казалось Подходит больше всего Для того, чтобы поступить И, ну, они же играли И что я тоже Я тоже сейчас что-то такое И я выучила Мцири бой с барсом Значит, не комиссия сидела А сидел один человек Очень милый Очень улыбчивый Доброжелательный Я поняла, что я сейчас Наконец-то смогу Развернуть свой талант Суровый сук мой Подошла я вплотную К преподавателю И сказала Как топор Кровавый лоб его рассек Он Задрожал Нет, застонал Как человек Значит, я вижу, что Произвожу впечатление Тогда я усилила темперамент И я сказала Но я успел Воткнуть Приближаясь к педагогу И там Двороза повернуть Своё оружие Он упал Он сказал Достаточно Это оказался Анатолий Иванович Борисов Замечательный педагог Но просто-напросто Он говорит Я помирал от смеха Не от страха Когда-то изображая Значит, там еще кости Значит Рычаг Что такое В общем, он говорит Мне только было обидно Что эту сцену не видят мои коллеги Что-то было очень смешно В общем, он мне посоветовал Поменять репертуар И я оказалась Вот в этом замечательном училище Где я сейчас преподаю Вот мне очень приятно Среди мои ученики пришли Значит, я их хорошо учила Да, поступила я на курс Я заканчивала Владимира Абрамовича А он действительно Очень похож на Вахтангова Профиль особо Кстати, да Вот тот профиль Который у нас на программках Изображен Это профиль Владимира Абрамовича А написано, что Вахтангова Вот И когда И когда спрашивали Значит В нашем доме жили Надежда Андреевна Абухова Подо мной Елена Креметьевна Катульская Иван Семенович Козловский И, значит, все-таки Поинтересовались Ну, куда же ваша Людмилочка-то поступила И мама говорила Знаете, она поступила В Щукинское училище Да Значит, вот При театре Вахтангова А, к Рубену Говорит, нет Ну, какой Крубен В училище А, в студию Да, да, да А кому же Она говорит Ну, такой черный Говорит, с такими глазами Вот такой К Жене Вахтангову Подожди Мурочка Он же умер В общем Вот Так они были далеки от народа Эти деятели искусства Действительно Занимались только своим Вот пением Действительно Что у певца Вот эти две маленькие связки Которые помогают ему Извлекать божественные звуки Поэтому они все погружены В свой голосовой аппарат Берегут его Слово режим У них главное Вот Я стала учиться И действительно Мечта моя сбылась И действительно Великая Цицилия Львовна Мансурова Наша Турандот Ученица Вахтангова Она делала со мной Отрывок На французском языке И я действительно Играла отрывок Ромена Ролана Пьер Илюз И Цицилия Львовна И все Кто, значит, преподавал Все великие вахтанговцы Они преподавали Следующим образом Значит, пять минут Они говорили Так, это Ромена Ронау Это значит то И вот Евгений Багратионович Когда я пришла к нему У меня были ужасные руки Вот они, видите, такие вот Корябые А потом Я теперь их люблю Потом Как он выбрал Турандот Он выбрал И шла история О том, как Цицилия Львовна Работала с Евгением Багратионовичем Он для всех был, конечно, богом И тут ничего не попишешь Все равно все сбивались Вот на А почему он меня взял? Евгений Багратионович Он меня взял, потому что он сказал Вот я знаю, как все остальные сыграют А как Мансурова сыграет Я не знаю Вот он меня взял Вот я перед вами И вот эти вот лекции Они привили любовь К тому, что такое Театр Вахтангова Ну вот, если сказать честно То вот сейчас К Папе Римскому попасть проще Чем раньше было попасть Театр Вахтангова Случилось это Совершенным чудом Это был вечер Я уже была на четвертом курсе И я пришла на вечер Творческий Михаил Александрович Ульянов Он тогда был знаменит Я даже не знаю Он сыграл председателя как раз Ну мы как студенты, конечно, пробрались И вдруг В антракте Ко мне Подходит Рубер Николаевич Симонов Ну то, что сердце у меня выскочило И я его кое-как, значит, зажала в кулаке И спросил, вы Максакова? Он говорит, да Он говорит, вы знаете, я хотел попросить Ну его все показывают Потому что показать себя довольно непросто Там была такая специальная манера Я бы просил вас зайти ко мне в кабинет В такое-то время В такой-то час Ну что Описать, естественно, своих чувств я не могу Ну это если бы сейчас не знаю, наверное, что Ну пригласил бы тебя сниматься кто? Кто самый модный сейчас? В Голливуде? А? Спилберг? Спилберг? Ну вот к Спилбергу И то это было бы не то А? Как кто? Тарантин Вот, если бы сейчас вас пригласили к Тарантину И причем гонорар положили, миллион долларов, знаешь Вот Им, значит, я пришла Трясла в кокосиновый лист, естественно И он сказал, что собирается ставить живой друг И ищет для этого спектакля Машу Маша, как известно, цыганка Вот И я просто хочу сказать Видимо, он к этой мысли очень долго шел Потому что вообще Вот Мне хочется сейчас развеять впечатление О том, что актер существует на уровне текста Да? Выучил текст и пошел что-то играть Простой актер существует на уровне текста А великий артист существует на уровне Мировоззрения Эпохи И судьбы Вот если эти качества присутствуют То есть, если он сегодня вам созвучен Если вы его с удовольствием слушаете Если вы видите, что он изображает Не себя и не свою судьбу А хочет вам рассказать О судьбе какого-то человека Будь то князь Мышкин Будь то Настасья Филипповна Будь то Свидригайлов Будь то Месяц в деревне Наталья Петровна То есть, это Вот если он владеет великим искусством Стать другим Оставаясь самим собой Это формула Вахтангова Вот тогда считайте, что Это перед вами настоящий большой артист Потому что актер, который повторяет себя В конце концов становится никому не интересен Мне сегодня помогут два замечательных человека Олег Дорогов Юрий Нугманов Давайте Спускалась ночная прохлада Природа за тиши дремала В аллеях тенистого сада Я друга к себе поджидала Мы долго родили пасады Болтали, смеяли, шутили Нам ночь нагибала прохладу Друг другу тогда мы любили Деревья дубы лакошат Закат лучи снималась Мы холодно руки пожали Навеки тогда Расстались Субтитры создавал DimaTorzok И вот мы приступили к репетиции Что такое протасов и что такое Маша И почему роль Маши столь ответственна Потому что протасов это собственно говоря Судьба человека Который попал в определенные социальные обстоятельства Где он жить не может задыхается Потому что он не хочет лгать Вот мне надо было чтобы поверили Что я могу зажечь И пересилить вот тот косность То какую-то скупу И как говорит протасов Это не свобода, а воля Субтитры создавал DimaTorzok 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 Первая должна была спеть в час роковой Романс очень трудный Очень товарный Я его сегодня не рискну спеть По одной причине, что нет хора И я пошла к Алисе Георгиевне Конан Я спросила Как же у вас так получилось Она играла с самим москвенным эту роль Алиса Георгиевна жила в том же доме Где находился камерный театр Ко мне вышла миниатюрная тоненькая женщина С лучистыми глазами Я сказала, как вот А с кого это так просто Я ведь жила в таборе У меня подружка была Шура Мы на печке с ней всегда слушали цыган И она мне так небрежно напела Этот в час роковой Я подумала, ну до этого, конечно, мне Да, пожалуй, не дорасти до этой легкости Два года мы работали И в конце концов состоялась премьера Руба Николаевич Я сидела еще на втором этаже в гримерке Поднялся ко мне в угорную И сказал Юлочка, я вас поздравляю Я сам сомневался Вот с этой минуты я могу сказать Что мой Потому что до этого То, что я буду актрисой Была вера Уверенности не было А вот с момента, когда я, конечно, сыграла Машу В живом трупе Я поняла, что Вот я встала на этот путь Где, как говорит Ролан Антонович Быков Комфорта не бывает Это профессия, которая требует Вечного ученичества И вчерашние заслуги у нас не считаются И поэтому сколько бы мастерства Ты не приобрел Сколько бы ролей ты не сыграл Все равно ты выходишь со сцены И в твоих глазах Учительный вопрос Ну как? И иногда люди Отводят глаза И ты понимаешь, что это никак Иногда бывают восторги В общем, это все идет в перемешку Путь наступает, к сожалению Самая тяжелая ситуация Случается в моей жизни Большое несчастье Рубинка, конечно, умирает И моя судьба Приобретает совершенно Другие формы Евгений Рубенович, сын Рубе Николаевича Он был человеком Невероятно образованным Он мне подарил Пастернака, поэзию Которую я совершенно не знала Была к этому глуха Потому что знала классическую больше Затем он великолепно играл На рояле Он пел романс Он был образованным человеком Но, понимаете, вот Я не понимала его режиссерскую методу А он, соответственно Ведь все взаимно происходит Вот вы меня слушайте, пока я говорю А потом я вам надоем Вы перестанете То же самое Значит, что-то вам говорит режиссер А вы думаете Боже мой, ну когда он кончит говорить? Я уже хочу действовать Вы были актерно тренированы на действия Действуйте, действуйте А вот это вот бездействие Он говорил, говорил Я чувствовала, что что-то меня покидает И так бы я продолжала существовать Дальше Часто вспоминала Руба Николаевича Которая мне сказала Людочка, ты придешь На мою могилку и поплачешь Это все было так Потому что он был не только великий режиссер Великий мудрец и провидец Вот у меня есть две награды Вторую я потом вам расскажу А вот первая награда Которую я ценю больше всех Вот что он мне написал Дорогая моя Люда Пусть радость Первой удачи На сцене театра Вахтангова Сопутствует вам всю жизнь Пусть то истинно взволнованное Отношение молодости С которым вы делали первую роль Живет всегда в вашем сердце Любящий вас Рубен Симонов Сейчас заплачь Да, ну в общем Вот, и долго я его вспоминала Вот, ну сейчас мы Что меня посещало потом Сыграем, да, вот это Я очень часто вспоминала Один из романцев На слова Пушкина Вряд ли вы его тоже знаете Называется «Предчувствие» Снова тучи Надо мной Собрались Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот такая история Я говорю, ты понимаешь, я ничего не играю Я только снимаюсь как-то Ну, ничего в моей жизни не происходит Вот, чтобы, как я понимала, могло действительно Какое-то сообщить, новое движение Какой-то новый виток Она говорит, слушай, есть потрясающий режиссер У вас в Москве, ты что, не знаешь? Я говорю, кто? Потрясающий, а я не знаю Боже мой, пойдем И она мне повела, да, два спектакля Они были диаметрально противоположны, и мы с ней попали в университетский театр. Это был спектакль Петрушевской уроки музыки, где играли профессура и так далее. То есть это не профессиональные актеры. И в другой театр, мы пошли в театр Моссовета, где блистательная Терехова и Марков играли спектакль Зорина «Царская охота», который идет до сих пор, между прочим. И поставил эти оба спектакля, которые были такие разноплановые, замечательный режиссер. Ну тогда, это сейчас он, значит, Роман Григорьевич Виктюк, а тогда он просто был Ромой. Рома Виктюк, жил он где-то за мостом, очень далеко, за Красносельской, в коммунальной квартире. Носил он один кожаный пиджак, красный свитер и пластмассовые сандалии. Вот весь его облик. И, значит, причем он никогда не снимал свою одежду, видимо, у него просто ничего другого не было. И, значит, мы его пригласили, и я говорю, Роман Григорьевич, вот, значит, такая вот история. Не могли бы вы, значит, сообщить нашему театру какую-то идею? Конечно! У него всегда были идеи. Я говорю, что же мы, вот какая у вас идея? Я сейчас звоню Мишаня, мы пишем Анну Каренину. Он позвонил Рощину, чтобы тот написал инстанировку Анны Карениной. Тот взялся за дело и написал 102 страницы. Те, кто понимают вообще в театре, понимают, что пьеса больше 60 страниц, это просто не существует. А 102 страницы, вот, это значит, надо играть, ну, как минимум 7 часов. Мы работали два года, и действительно, он поставил замечательный спектакль. Значит, они придумали, что листаешь страницы романа. То есть не инсценировка, а вот такое течение жизни. Все линии были сохранены, линии Левина и так далее, и так далее. И все вот это вот мы представили. Вышел, правда, Евгений Рубенович перед началом спектакля и сказал, что сегодня у нас, так сказать, не премьера, а вот такой прогон на публике, что спектакль будет идти долго, может быть, до двух часов ночи дело затянется, поэтому те, кто хотят пойти на метро, могут спокойно вставать и уходить. Публика удивилась, действительно, народу набилось. Никто не ушел, и вот этот спектакль закончился действительно половиной второго ночи. Что делать? Что делать дальше? Что делать дальше? А дальше было сказано, что его надо сократить. Ну, это то же самое, что ребенку стать, руби уши, нос давайте отрубим, чего еще там лишнее не влезает, да, ноги подпилим, руки отрежем. Роман Григорьевич на всех собрал, весь состав, он был белый совершенно, потому что он работал два года. Он взял бутылку из-под лимонада или нарзана, засунул палец, положил перед собой экземпляр пьесы и сказал, Значит так, со страницей третьей, при этом он вот этой вот бутылкой бил по стулу. До страницы десятой вычеркивается. Со страницы такой-то до такой-то страницы вымарывается, с такой-то до такой-то вымарывается, и в каком-то отчаянии он губил этой бутылкой, это был какой-то такой акт отчаяния, и вот на глазах у нас он вот растерзал этот спектакль. И тем не менее он все-таки поселил вот этот вот яд нового существования, и потом мы с ним сделали очень много спектаклей. Людмила Васильевна, как вы относитесь к несправедливой критике, и как вы считаете, может быть, критика несправедливой? Вот вы знаете, вот по отношению к Анне Карелиной, они чуть, ну прям еле выжили. То есть, ну вот просто брали, как знаете, из какого-то, не хочется сказать, ну миномета. Да-да-да-да-да-да-да, прямой наводкой били. Знаете, и почему-то все время призывали, чтобы мы играли как в Амхате. Но это же глупо, в конце концов, сколько там, 40 лет спустя, взять и повторить то, что делали. Зачем же тогда за это браться? Понимаете, вот это мне казалось несправедливым. Несправедливым, потому что мы-то хотели, там, если не сказать хрю-хрю, но хотя бы сказать и-и-и, понимаете? Но своим голосом, понимаете, что-то пропищать. И вот то, что это не заметили, нам, конечно, было очень обидно. Людмила Васильевна, можно? Да. Вы легко находите общий язык с вашими партнерами, такими разными. Юрий Яковлев, Маковецкий, Ефим Шефрин. Как вам это дается? Вы знаете, они все очень талантливые люди. А с талантливыми людьми очень просто найти общий язык. Вот с дураком и с бездарью ничего не найдешь. Как не бейся, понимаете? Вот ничего, ведь недаром говорят, лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Вот то же самое, понимаете, вот лучше, лучше вот какой не есть, да, талант, пускай он будет и такой, и сякой, капризный. Сергей Васильевич очень капризный, кстати говоря. Вот, но в работе он безумец, понимаете? Вот он в работе истовый партнер, очень хороший, очень подвижный, точно так же, как и Шефрин, который помешан на своей профессии, и так же, как Юрий Васильевич Яковлев. Значит, у меня такой вопрос, ну, может быть, на бытовую тему. Давайте. Он уже все спрашивает профессионально. Да ужас, надоело, да. Мне очень интересна ваша жизнь. У вас дочь, внуки, мне интересно, а чем они занимаются, что вы им передали? И сохранили они то, что бабушка им оставила, вот так детически. Вы понимаете, мои дети – это жертвы моего воспитания, как я – жертва маминого. То есть я поняла, мне так казалось, что я должна вооружить моих детей знанием. И вот как безумно я их вооружала знаниями и довооружалась до того, что один сидит в Алма-Ате, а другая в Испании. Понимаете, то есть они свободно владеют, там, 4-5, Маша знает 5, по-моему, максимум 4. Вот, значит, они разъехались. Понимаете, Маша поет, значит, она сейчас набирает какие-то обороты. Сын у меня занимается бизнесом, но вот. А у меня вот и вот моя красота вся, Петя, Аня. АПЛОДИСМЕНТЫ Маша, можно вопрос? Да. Прошу прощения, возвращаюсь опять в парсиональную сферу. Да. Вообще, я известен, что актеры очень много учат, и для этого надо иметь феноменальную память. У вас есть какие-то рецепты вот тренировки, как вы ее тренируете? Понимаете, вот это такой вопрос, заблуждение называется. Есть вопросы заблуждения. Мне очень важно нарисовать сначала внешне, вот представить себе, что это за человек, которого я должна представить на сцене. Это первое. Потом я начинаю разбирать его психологию, то есть задавать вопросы, отвечать. И поэтому текст, это, как вам сказать, это то, что вы видите. Это вот такая маленькая верхушка, а айсберг весь внутри, потому что я должна знать, от какого лица я говорю, что я говорю, для чего я говорю, и что я хочу, и что я для этого делаю. То есть это целая система, в которой текст очень, поверьте мне, не важен. Специального механизма нету, да? Вот специальный механизм. А, вот. А второй такой вопрос я хотел узнать. Была ли у вас, вот, в вашей линии жизни какая-то кинороль, не театральная, а кинороль, которая очень трудно далась? Вы знаете, все кинороли, они даются с каким-то преодолением, потому что ведь это не то, что подряд снимается. Снимается, как правило, какими-то кусочками. Сначала сняли финал, потом начало, потом еще что-то схватили, потом натура ушла, потом она уехала. Надо снимать лету, снег пошел. Надо снимать снег, все растаяло. Вы знаете, это кино, это совсем-совсем другая область, что ли. То есть там связывает единственное актерское мастерство. Боже мой, боже мой. Неужели ничего нельзя сделать? Нет, нет. Что говорит адвокат? Адвокат. Он оказался полной бездарностью. Нет, ничего не поделаешь. Пора собираться. Как? Уже? Кедрих? Ты что же, не можешь пойти попозже? Тюрьма-то, наверное, работает круглые сутки? Нет, я дал слово судье, что сегодня вечером буду ровно в восемь. Дорогой мой, я не представляю, как ты там будешь жить. Ты ведь не знаешь, какое там может быть общество. Общество? Какой-нибудь сброд, с которым интеллигентному человеку нельзя будет поговорить. Господи, пошли, чтобы за это время посадили как можно больше порядочных людей, чтобы тебе не было там скучно. Следующая страница, это 84-й год. Это страница, которую я считаю самой, наверное, важной, потому что до этого я еще себя считала молодой. А вот уже после какого-то момента началась вторая половина моей жизни. И вот здесь подарки, конечно, они сыпятся реже. И меня позвали на Москве и сказали, что режиссер Петр Фоменко, у которого еще не было тогда никакой мастерской, он еще не был так знаменит. Он был очень известен, но, как говорят, широко известен в узких кругах. А меня он пригласил на съемки фильма «Поездки на старом автомобиле». И вот я с ним познакомилась. Репетировал он странно. Почти не обращал мне никакого внимания, мне это показалось диким. Я подумала, что же я буду делать? И как это будет завтра кинопроба? Был вызван Болтнев. Он жил в Сибири и специально прилетел на пробы. Сценарий Брагинского был. Я позвонила домой и сказала, знаете, Петр Иванович, меня простите. Это говорит Лена Максакова. Дело в том, что я, конечно, поскольку партнер вызван издалека, я не могу отказаться. Конечно, я ему подыграю. Но я чувствую, что я не могу принять участие в вашем фильме. На следующий день я пришла на съемочную площадку. И начались репетиции, ставили свет. И вот мы пошли по сценарию. И Петр Иванович стал фантазировать, как должна звучать та или иная сцена. Он поставил одну сцену. Он звал с чаем вдвоем. Ла-ла-ни-на-на-ла-ни-на-ни-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Теперь он говорит там, там, там. Она и я играла женщину-режиссера. Вот же, знаешь, я знала же, с прибабахом. И на моих глазах он начал мне проигрывать роль, от которой я уже отказалась. В общем, проба шла до двух часов ночи с мыслью, какая же ты, Люда, дура, какая же ты, идиотка, проклинаешь этот звонок, кто меня дергал. Я в отчаянии, а тогда у меня случилось тоже несчастье по советским параметрам, я вышла замуж за иностранца, что тоже тогда не приветствовалась. Мы уехали, и вдруг, можете себе представить, за границей мне раздается звонок, говорят, это, говорят, со студии Мосфильм, я говорю, да, это группа поездки на старом автомобиле, я говорю, да, мы хотим вам сказать, что вы утверждены на роль Зои Павловны. Я говорю, что? Мы повторили, вы, выезжайте в Москву, вы будете сниматься. Надо же. Да вы не помните. Пластинка была такая. Танцевали. Чай вдвоем называлась. Чай вдвоем? Не дошель. Не дошель. Субтитры создавал DimaTorzok И вот начался, может быть, наверное, самый большой и самый замечательный этап моей уже не очень молодой жизни. Я стала работать с Петром Наумовичем. А Петре Наумовича я могу писать стихи, могу слагать поэмы, могу говорить, как я ему благодарна, могу, значит, не знаю что. То есть мне был дан шанс, да? И я старалась его использовать, и видя мое усердие, вот теперь, не знаю, как у вас пишут, прилежание. Я считаю, что для студента главное, я им все это говорила, не талант, он от Бога, а главное – прилежание. Насколько вы способны, когда вот уже Марья Владимировна Миронова, она пришла и смотрела спектакль, это уже в более позднее время, без вины и виноватой, который мне играл. Она так расчувствовала, что она серьгу даже потеряла, для нее это было невероятное событие. Она подошла ко мне и сказала, Люда, я вас поздравляю, сказала, да что вы, Марья Владимировна, это не я, это все поменка. Она сказала, нет, Людочка, надо уметь взять. Вот это умение взять, то есть прилежание. Потом я сыграла у него Пиковую даму, потом я сыграла Вержини, затем я очень много у нас было всяких планов, значит, из без вины и виноватой. Я могу вам просто показать маленький кусочек, я там играла Каринкину, значит, в последней сцене, который, это когда принимают Кручинину. И вот якобы я приготовила ей прекрасный номер. Встречаю среди Это импровизация? О, милый друг, не мучай меня, всем сердцем я люблю тебя, я обожаю. Я обожаю, дай на тебя мне посмотреть один хоть раз и умереть. Я обожаю, я обожаю, не сердись, не ревнуй. Приласкай поцелуй, не сердись, не ревнуй. Приласкай поцелуй. Это вот Пётр Наумович Фоменко. Значит, я уже не говорю о всех наградах, которые мы получили за спектакль «Без вины и виноватые». Мы получили государственную премию за пиковую даму, я получила премию Станиславского. Ну, это всё, в общем, не имеет никакого значения. Имеет значение для меня только одно. Это вот моя самая высочайшая вторая награда. Людка, божество, непредсказуемое, святое и грешное, любимое. Прости за всё, в чём был и не был виноват. Всегда твой Пётр Фоменко. В моей судьбе так случилось, что появился ещё один огромный режиссёр. Некроша поставил спектакль «Вишнёвый сад». Но проект этот готовился очень долго, полтора года, и поэтому, видимо, вот этот «Вишнёвый сад», который пришёл, в конце концов, «Раневская», пришла в мою жизнь именно, наверное, тогда, когда я поняла, что значит многое потерять. Что значит потерять учителя, что значит терять друзей, что значит терять дом. И что такое значит вообще сегодня «Вишнёвый сад» для нас, для России? Это значит то, что там, где вы целовались с девочкой или с мальчиком, этого места больше нет, на этом месте вырос банк. И вы уже не будете сидеть на этой скамеечке, ваш «Вишнёвый сад» уже продали. Вы не пойдёте больше в кинотеатр повторного фильма, где, может быть, кто-то кому-то назначил свидание, потому что он сейчас зачехлён, и что там будет, мы не знаем. Ну, может быть, казино. Мы хотим купить молока, вот куда бабушка посылала когда-то, мы зажимали вот этот рубль и бежали, чтобы купить и молока, и хлеба. Значит, там у нас сейчас... Макдональдс. Макдональдс, совершенно верно. Вот видишь, вот дети всё знают. Макдональдс. И так далее, и так далее, и так далее. И вот мы бродим с вами по нашим «Вишнёвым садам», которых больше нет. И, может быть, вот только поэтому эта роль ко мне и пришла. Может быть, она всё-таки вот пришла в то время, когда эта роль находит теперь отклик у публики, потому что спектакль... Ну, я, правда, вот видите, человек натренированный, но он всё равно идёт шесть с половиной часов. Это не история семьи, это история сегодняшних дней. Это некая эпопея. Вы знаете, как... То есть, вот я благодарна этому спектаклю, я сейчас очень много езжу по городам и весям. На всякий предмет есть как минимум две точки зрения. Публика перестала читать, неправда. Пойдите в магазин номер один, я туда хожу. Продлили уже торговлю, потому что до часу ночи он уже открыт. Люди ходят, люди читают. Значит, то, что сейчас в России не читают, это неправда. То, что не будут смотреть шесть часов, это тоже неправда, потому что публика себя уважает, что к ней отнеслись с пониманием. Ей хотят что-то рассказать. Я получаю письма, где говорят, вы знаете, я думала, что я один такой, что вот или я одна такая, что мои мысли сегодня смешные, немодные, неинтересные. А посмотрев ваш спектакль, я поняла, оказывается, нет. Кем бы я ни встречалась, какие бы режиссеры ни были, я всегда буду помнить только одно. Завет моего любимого, дорогого учителя, вот благодаря которому я стою перед вами на этой сцене, которому я обязана всем, Рубе Николаевичу Симонову, который сказал, Людочка, артист должен быть наивным.